В ближайшее время приступит к работе Общественный совет при Государственной службе экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровья. Сейчас готовится необходимый пакет стартовых документов. В план работы планируют включить злободневные вопросы экологического характера. Это и загрязненный воздух, которым мы дышим, и экологическое состояние малых рек в черте приднестровских городов, а также вопрос озеленения населенных пунктов республики. В Террасполе в районе детской школы имени Макаренко нахождение здесь водоема напоминает лишь пешеходный мостик через него, мусор, ил и заросли камыша. Судьба ручья с символичным названием «Светлый» отнюдь не светлая. Хотя по классификации он является малой рекой. Его протяженность более 14 километров, а ширина должна достигать порядка 16 метров. По результатам проведенных санпином исследований воды и почвы, выявлены многочисленные нарушения, не соответствующие нормам гигиенических требований к охране поверхностных вод. Достаточно крупный водоем по меркам тех водоемов, которые являются притоками для нашей реки Днестр. И экологическое состояние, к сожалению, характеризуется тем, что ручей просто не чистится. Мало того, что туда попадают постоянно какие-то бытовые отходы, кроме бытового здесь есть проблемы того, что ручей зарастает камышом и постоянно заиливается. Для того, чтобы ручей не превратился просто в элементарную помойку, конечно же, это необходимо чистить. В 2016 году была попытка почистить ручей, но, к сожалению, здесь, именно на этом участке, были, сложились две проблемы. Первая проблема – это то, что тот ил вместе с камышом и мусором, который подняли вот с этой части ручья от пешеходного моста до моста по улице Краснодонской, весь этот ил оставили вот на том берегу под школой РУВК Макаренко, ее в 10-метровой зоне. Его не вывезли, потому что немножко неправильно они начали делать вывоз мусора, здесь бульдозер, в принципе, застрял, потом приходилось его в том числе вытаскивать, и они, в принципе, эти работы так и бросили. Хотя объем оплаченных работ по подъему этого ила с мусором, он был и был оплачен. Соответственно, подрядчик получил деньги, но не выполнил объемы в полном задачах, которые ставило в том числе управление городского хозяйства. Хотя начальник управления городского хозяйства Располь отчиталось, что все здесь сделано. И вот в эту сторону, в противоположную, от пешеходного моста до забора сувенирной фабрики, есть участок, на который из-за труб Тиротекс Энерго техника просто не смогла подойти. Не смогла подойти, и, соответственно, этот участок не чистился вообще с советского времени. Таким образом, вот именно здесь, даже если вы возьмете снимки Google, вы увидите, что если выше и ниже этого участка есть какая-то протока воды, то на этом участке ее просто нету. И вот в этом контексте, конечно же, важно, чтобы ручей очистился. И плюс хотелось бы обратиться к нашим городским властям. Я считаю не совсем верно то, что из экологического фонда был полностью исключен раздел очистка поверхностных и подземных вод. То есть, соответственно, деньги просто не выделяются. И произошло это с момента передачи фонда из Министерства сельского хозяйства в ведении государственной администрации Тирасполя. Поэтому я считаю, если у нас сейчас управляют как фондом на местах не специалисты, наверное, имеет смысл рассмотреть вопрос, вернуть этот фонд специалистам, когда ранее закладывали средства, и все-таки чистка ручья была. То есть удивительно, но когда фонд находился в Минсельхозе, деньги на ручьи не находились, сейчас не находятся. Нам иногда дают некоторые формальные ответы активистам о том, что осуществляется какой-то поверхностный сбор мусора. Но, в принципе, этот мусор в данном случае, по идее, должна была бы убирать терротекс-энерго, который по правилам благоустройства города. И плюс те субъекты, которые сюда выходят. В данном контексте, если под РУВК Макаренко до сих пор есть мусор с илом, с камышом, то, соответственно, Министерство внутренних дел должно было предпринять соответствующие меры. Однако, всячески отказываются признавать, что эти нарушения правил благоустройства имеют место быть. Под РУВК Макаренко в момент выхода Государственной службы экологического контроля было зафиксировано мертвые андаторы. То есть это тоже говорит о качестве воды. Мы приглашали санэпидстанцию. Те пробы, которые они взяли, говорят о том, что здесь тысячекратные превышения по различным вредным ПДК, по различным вредным элементам и в почве непосредственно на берегу, и в воде самого ручья. В этой связи, конечно же, необходимо провести более комплексное обследование и определить источники этого загрязнения. Николай Малышев обратился к руководству торгового рынка «Колкотовый» и предприятия «Квинт» о недопустимости с их стороны действий по загрязнению вод ручья и прилегающей почвы. Не осуществлять временное складирование мусора на берегу ручья. Потому что, когда идет дождь, и вода поднимается, и в принципе с территории рынка идет стекание осадков воды, то весь этот мусор попадает в ручей. И потом мы видим скопление мусора непосредственно возле ворот ручья с противоположной стороны сувенирной фабрики и здесь, на этой протоке в том числе. И также убедительная просьба к нашему предприятию «Квинт» проработать вопрос о том, как и в каких условиях осуществляется помыв фур в транспортном цехе, который здесь находится ниже по течению ручья. Три года назад на прилегающей к ручью территории был заброшенный пустырь. Порядка полутора гектаров земли расчистили от мусора своими силами жители дома по улице Кутузова. Самостоятельно вывезли мусор и засадили территорию саженцами хвойных и плодовых деревьев. Есть тут и редкие растения, и ягодные кустарники. К сожалению, механизмы компенсационного озеленения не работают. Депутатский корпус здесь никак не участвует в этом вопросе. Все остается только на бумаге. И город, к сожалению, не предоставляет жителям возможности озеленять, то есть в помощь в тех же приобретении саженцев, хотя заказ муниципальный, он в принципе как таковой есть. Причем обращаемся мы по этому вопросу за неликвидными саженцами, приросшими в Приднестровье лес, который находится в подчинении Минсельхоза. Нам, как правило, саженцы дают в питомниках, которые находятся на севере Приднестровья. В Каменском районе это Катериновский питомник Ашковского лесничества и Воронковское лесничество. Да, это далеко, мы не брезгуем, мы все равно едем, мы привозим в том числе хвойники, высаживаем своими силами, вкладываем деньги самостоятельно. Но мы видим, когда забираем саженцы, что в прикопе, то есть когда саженцы осенью готовят продажи, их для того, чтобы более, заказчик мог быстрее взять всю партию, их предварительно выкапывают, ставят в прикоп. И если по югу республики в питомниках в принципе выкупается посад материал, то по северу республики он стоит в прикопе до февраля, до марта, а потом он просто выбрасывается. И вот когда людям не доводят о том, что есть возможность взять эти саженцы, ну как переросшие, либо по сниженной стоимости, потому что цена этих саженцев завышена, особенно с учетом того, что нужно добираться до Тирасполя, то соответственно они пропадают. А эти саженцы можно было бы целенаправленно привезти на одной грузовой машине Минсельхоза, вот сюда в Тирасполе раздать людям, для того, чтобы они смогли озеленить свои придомовые пространства и такие пустынные территории. Поэтому мы в этой связи, конечно же, рады, что у нас в городе идет озеленение центральных парков, но мы не понимаем, почему там закупаются саженцы, в том числе стоимостью от 150 до 300 рублей, а здесь людям не дают возможность предоставить переросшие саженцы, которых остаточная стоимость 10-15 рублей, 20, и в этой связи хотелось бы, чтобы были приняты более реальные меры для решения этих вопросов. По Приднестровью лес также следует отметить, что, конечно же, там сотрудники в принципе стараются работать, но тот принцип, когда они сидят на заработной плате просто, он не обеспечивает эффективность работы структуры в целом. Нужно переходить к принципу государственного заказа на их услуги именно, и уже по услугам, допустим, связанным с поставкой саженцев для цели озеленения городов, либо с высадкой новых лесов уже осуществлять их финансирование. Это будет более правильно и простимулирует людей более ответственно подходить к тому моменту, чтобы у них не были те перекосы, о которых я упомянул выше. Парк Кутузовский растет и развивается, и уже радует глаз. Но каждый год здесь есть и потери. Растения погибают вместе с амброзией, борьбу с которой ведут специалисты муниципальных служб. Когда город не участвует, городские власти не участвуют в работе по озеленению территории, вот такие территории остаются заброшенными, они также безответственно относятся к тому, что люди высадили. И когда мы просим в рамках борьбы с амброзией покосить эту территорию, к сожалению, работники муниципальных предприятий относятся безответственно. И каждый год нам косят молодые саженцы. Не странно, что мы их помечаем, мы их показываем. В этом году мы потеряли 13 молодых деревьев, в том числе дубы были. Повреждено порядка 25 деревьев и плюс повреждено достичное количество кустарников. Хотелось бы, чтобы подходили более ответственно, потому что все-таки наш зеленый город – это то, как мы относимся к нему. Особое внимание, по словам Николая Малышева, в рамках работы Общественного совета при Государственной службе экологического контроля и охраны окружающей среды необходимо уделить проблеме загрязненного воздуха, которым мы все дышим. Один из источников, на который он указал – Тираспольский мусоросортировочный комплекс спецавтохозяйства. Жеребничане и тираспольчане испытывают проблему, особенно Тирасполь – это ночью, когда идут выбросы, и вся балка, весь большой микрорайон, практически одна треть города, она не может спать, задыхается от тех запахов, которые разносятся. Конечно, здесь две причины. Если брать Тирасполь, это у нас основные предприятия, которые делают выбросы. Это Молдав-Изолит Тиротекс, и запах фенола в городе тоже хорошо известен, а в Рыбнице – это ММЗ и Рыбницкий цементный комбинат. Я полагаю, что нужно провести общественный контроль, в том числе рассмотреть, какие фильтры применяются на данных предприятиях, и принять соответствующие меры к тому, чтобы предприятия все-таки были более ответственны за экологию, за тот фон, который они оставляют. Ну и одним из источников загрязнения, который волнует всех тираспольчан, является находящаяся за моей спиной мусоросортировка спецавтохозяйства Тирасполь. Я так понимаю, одна из целей здесь подспудных была – это сэкономить на том, что в мусоре, который вывозится на полигон в Малаештах. Но та сортировка, которая здесь есть, и какие-то доходы, которые город, наверное, получает, но, к сожалению, тираспольчане такой информации не обладают, что он нам дает в принципе в бюджет местный, она имеет свой побочный эффект – вот эта сортировка. То есть тот мусор, который не сортировывается, по каким-то причинам непонятным здесь загорается с определенной периодичностью. Загорается он почему-то в вечернее время, и к утру почему-то это все прекращается. Но всю ночь мы дышим вонью, которая идет отсюда. Пару лет назад это даже попало в новостные сводки. Мы видели, как пожарные расчеты здесь тушили, эти свалки. Поэтому вопрос острый, и надо тщательно просмотреть весь регламент работы этого предприятия, начиная от того, насколько соблюдены нормативы расположения в черте города, данной сортировки, с учетом того технологического процесса, при котором у них происходит почему-то возгорание мусора. Те кучи земли, которые вы видите сзади, это кучи, которые в принципе используются для того, чтобы забрасывать тлеющие кучи мусора. И самый поразительный момент во всей этой истории – то, что на территории данного предприятия отсутствуют пожарные гидранты. И когда необходимо было тушить, пожарные расчеты, машины ездили в город на Кировский, и там заправлялись водой. То есть, представляете, сколько было сожжено дополнительно топлива, потрачено сил людей для того, чтобы решить эту проблему. Я просил бы и общественный совет, и госслужбу экологии, все-таки, несмотря на те попытки государственной администрации закрыть глаза на эту проблему, прислушаться к просьбам большей части населения, микрорайона Октябрьский, Тирасполь и, в принципе, Суклеи. Насколько мы знаем, что эти запахи периодически доносятся, в том числе, до Киргаша. Поймите, нам здесь жить, и жить в таких условиях – это просто неправильно. Мусоросортировка находится в балке, и ветра, которые сюда заходят, несут весь этот смрад, который здесь копится, непосредственно вдоль ручья Светова, и раздает во все наши дома, окна. Мы этим дышим. Поэтому я хотел бы еще раз обратить на это внимание, как-то эту проблему решать совместно. Нам здесь жить и растить детей. Так должны не только сказать, но и делать, и улучшать условия и качество жизни, все сообща, и люди, принимающие важные решения, и простые граждане Приднестровья.